Вот мы и в Коркино. Тяжеловато, конечно, не делай ничего, выжимаем и до свидания. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Здорово! Как дела? Полковник, привет! Опять не будешь со мной здороваться? Привет! Привет! Здорово! Здорово! Любанская, Сельцовская, Коркинская. Видишь, как это длинное? Подтягиваемся, быстренько, быстренько подтягиваемся! Ваш привет! Здорово! 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 А вот, где работа. Почему вы такие подкормили здесь? Вера Ивановна, Вера Ивановна сюда! Как лучше расположить сразу все. Вот, кто меня знает в тура, в тура знает. И тут я... О! Вот, сейчас уже... Так вот. Так вот здесь вот так вот располагаемся. Вот так. Можно немножко на травку зайти, Иванович. Вот так вот. Вот так вот. И плотнее, плотнее. Сюда лицом! Сюда лицом! Сюда лицом! Сюда лицом! Сюда лицом! Сюда лицом! Я не знаю, что лицом! Я не знаю, что лицом! Это не знаю! Я не знаю, что лицом! Сегодня мы с вами собрались во главе с нашим Евгением Акуловичем, это глава поселения Трехулебанского. Лебанского городка поселения. Бутик Павел Александрович. Где он? Тот, кто у нас непосредственно отвечает за захоронение здесь. Семенин Вадим Викторович, все вы его тоже знаете, староста деревни, где у нас Любовь Павла, с мужем здесь, вот они непосредственно здесь рядышком живут, поглядывают, здесь смотрят за порядком, вот, ну я хочу сказать так, местная жительница, что, я здесь родилась и выросла, это захоронение сразу послевоенное, вот там вот начиналось, оно было просто панерная такая вот стеллочка, да, и тоже из панеры красненькие, красная звездочка, значит, учащиеся здесь, потому что похоронены участники Великой Отечественной войны, которые здесь сражались, а потом, знаете, происходили различные перезахоронения, захоронения, и вот здесь уже получилась даже большая общая могила, общая, потому что тут и сюда и привозили из других, так сказать, местностей, других наших поселков, здесь в конце концов вот формировался такой мемориал, мы уже можем твердо сказать мемориал, ну а вообще-то одна из наших основных задач ветеранских организаций, это содействие администрации поселений, благоустройство воинских захоронений, у нас есть специальная комиссия, который возглавляет Владимир Николаевич, вот, и поэтому и наша первичная организация, вот, Любовь Сергеевна и все здесь присутствующие этими делами занимаются, и это очень хорошо, потому что память, она должна быть вечна, и память, если и в камне, и память в ума наших людей, тогда она никогда и не иссякнет, поэтому... И в память еще раз фотографируйте. И в память еще раз фотографируйте. Вы стоите около нашего экспоната, извините, можно представить, это Татьяна Михайловна, руководитель клуба, и организатор клуба, значит, боевой, нет, музея боевой славы, вот она у нас, значит, с нашими учениками со школы Милошенко, значит, вот, все время с нами, на вас всех возложили. И это танкетка просто 1946 года. То есть, какова история происхождения этого памяти? Может, вы рассказаете, Татьяна Владимировна? Вам, может быть, это ближе? Да, да, да. Муж, вот, Татьяна Владимировна, учитель, начальник классов, где-то в металлоломе обнаружил вот такую вот, ну, совсем ржавую танкетку, которая шла на металлоломе. Он нашел номер на этой танкетке, написал, так, бархив, и ему пришли данные на эту танкетку. Эта танкетка была, образа 1904 года, всего ей было выпущено 200 штук, и она принимала участие в боях по городскому машину. А уже после того, как вот закончилась война, она, ну, находилась в нашем завхозе агротехника. Там люди, ну, или аразы поводили, вот, с помощью, что ли, так вот, я слышала. Вот. И они решили восстановить этот танк. Сколько мы здесь не пашем, не делаем, все всегда утоптано. Ну, конечно. Потому что, понятно, что они ползают по нему. Вот лагерь у нас тоже не работает. Они все вырастут на этом танк. Да. Есть малый хлеб, и детские детского сада приходят, вот, направят их, и предлагают детей сюда обитать. 22-го года недавно, вот, совершенно, дети в коленке. Да. Для малышей. Вот. Ну, как, памяти с вами. Это будет любая память. Или нет разного. Вопросы есть? Нет. Хватит. Так, остальные, остальные, проходите, проходите, товарищи. Проходите, проходите, проходите. 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 На танк-то можно залезть? Да, можно. Если есть, кто желающий. Кто снимать будет? Третий лазит. Залезай на танк-то. Танкетка. Галя, давай, сколько получится. Полную боевую. Все на всех минутах. Ты частями тогда уже. Частями. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы для памяти. Вот, а для памяти, да. Здесь и я. На танк. Все залезем на танк. Ну, проходите сюда. А, вы там. Все восемь подразделений освобождавших в Любань были распределены, как ветераны, на все наши общеобразовательные учреждения. Вот раньше была двадцать пятая школа в Любанье железнодорожная имени Радищева. Сначала они все приехали в этих двух школах. Пережали. И вот мы отмечали и День Победы, и 28 января освобождение в этих двух школах. Потом двадцать пятую школу закрыли. Но зато появился у нас сын. В поселке Пытун появилась. Им туда передали. А потом построили нашу школу в 1978 году. Вот она открылась. И поскольку руководил нашей школой первоначально ветеран Великой Отечественной войны Ефимин Александр Петрович, может быть, кто-то и знает его. Он, конечно, сразу же сказал, что самым первым направлением, которое будет в нашей школе, это будет военно-патриотическое воспитание. И с первого же дня мы начали работать по созданию музея боевой славы. Единственное, что поскольку Александр Петрович и Лариса Юрьевна Филипцова работали в железнодорожной школе, и они были тесно связаны с Милошенко Екатериной Марковной, знали ее очень хорошо, а она служила в 281-й дивизии в 316-м медсанбате, подполковник медицинской службы, поэтому она предложила, конечно, свою дивизию. Возьмите нашу дивизию, и мы будем хорошо изучать ее боевой путь. Вот мы с этого и начали. И 10 лет пионерская дружина, комсомольская организация, все работали по сбору материалов. Конечно, ветераны огромную помощь нам предоставили, все возможности, вот то, что они имели, все вложили в этот музей. Поэтому материалов было очень много, и никто не отказал нам в присвоении статуса музея. Но спустя 10 лет. С 1988 года наш музей работает как музей. Правда, он тогда занимал полностью весь зал. Поскольку время идет, все меняется в жизни нашей, то у нас получилось, что немножко мы начали больше внимания обращать на местных ветеранов, на наших поселках. Вот создали еще один стенд, посвященный им. Я могу сказать, что вначале к нам приезжало в гости до 200 человек, вот когда мы работали. В этом году ни одного ветерана уже не приехало к нам. Вот, к сожалению, грустный по имени, да? Все, время идет. Ну, смотрите, вот везде, да, программы, понятно, уходят наши ветераны. Из вот этих ветеранов, которые из-за фотографии... Гордостью музея является электрифицированная карта, которую передал наш музей местный краевед, житель Любани, Герман Федорович Чекур. Родился Герман Федорович Чекур в 1917 году в деревне Тигодокулянде. Учился в добросельской семилетней школе. В 1939 году был призван в армию. В 1943 году под Харьковом был тяжело ранен. Писал на родину и получил ответ, что война стерла его родную деревню с лица земли. Но родные места тянули к себе. В 1960 году Герман Федорович приехал в Любань, чтобы узнать, что случилось с его родиной. В болотных сапогах с фотоаппаратом в руках он совершил первый матч броски. Шел по линии обороны, чтобы заснять поросшие кустарником земли, где когда-то находились деревни Басино, Доброе Село, Смёрдвине. Он обошел жителей уцелевших деревень, нашел очевидцев тех далеких событий. Постепенно из их свидетельств складывая горько на правдивая история борьбы любанцев за освобождение родного города. Красными лампочками на карте обозначены деревни, уничтоженные во время войны. Белыми уцелевшие после войны. Звездочками на карте обозначены места братских захоронений. Черными крестиками обозначены места трагедий. Такой крестик есть около деревни Кирково. Герман Фёдорович обещал собрать материалы о каждой подлиншей деревне. Ну вот то, что касается этой карты. Значит, карта 1937 года, довоенная. Потому что он сам, даже как от Смёрдвине и от многих других деревень, он сначала сюда не ехал. В итоге в 60-м году приехал, чтобы посмотреть на самом деле, что там осталось. И вот правильно заметили, что он обошел здесь чуть ли не всех жителей, которые остались после войны. Ну, создал книгу. Вы знаете, в нашем районном музее есть книга и очень много материала. Гербаев у него очень много. Там, в районном, опять же, на музее. А эту карту он передал нам, потому что, ну, как можно сказать, ее забраковали. Потому как она, не очень правильное направление показано. Ну, то есть, как-то случайно у него так получилось. Наоборот, должна быть та железная дорога вот так. Вот. Ну, в то же время, вот он нам сказал, я вам сдал вот эту карту, а вы, пожалуйста, на каждой деревне собирайте материал, что было когда-то. И вот девочки этого выпуска 9 класса, они в прошлом году защищали свой фильм в районном музее о деревнях. Они собрали очень много материалов и сделали такую презентацию, посвященную деревням, которые были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Конечно, помогает нам интернет, но очень много данных мы брали у Германа Федоровича из того, что он нашел. Он начинает свой рассказ о том, как долго воевала, о том, как жизни не щадя, не раз бойцов по нас касала. Такая служба уначала, ее мундир, ее награды, витринок бережно хранила. Мы гордо носим ее имя и память всех ушедших чтен. Песня. 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 Ну как, Тамара Кадин? Поведу куда-нибудь. А что? Хахахах. Вот, самая работа начинает. Тамара Кадин. кричит быстрее быстрее сам сзади где-то полет где агрономы добрый день я же уехала сегодня я все школьное детство все другое Итак, я рада вас приветствовать на нашем пришкольном учебном участке. Он существует столько же лет, сколько и что. И в своем, так сказать, историческом развитии он тоже претерпевал и взгляды, и падения. Вначале участок был небольшой, так как, в общем-то, в школе и полудово. Вести уроки биологии, труда, показывать, как посеять, как что. Но в 90-х годах, в связи с сложившейся исторической ситуацией в стране, все стали зарабатывать деньги, все стали выживать, в том числе и школы. И появилась вот эта теплица на 250 квадратных метров, которую построил совхоз. Там погреб на 40 квадратных метров появился, вот здесь, более класс растеневодства появился. Это все в 90-х годах. Мало того, еще была и ферма. И в школе прироходе... Валентина, развернись! ...земли. Я не была там. В общем, да, это очень много, если кто понимает. Вот эта цифра так ни о чем не говорит, но 6 соток, я думаю, то горбатит хорошо. Да, это 10,5 гектара. На меня смотрите! На учителей свалились... Какие нагрузки? Довольно-таки большие дополнительные нагрузки. Надо было сено заготавливать на полях для коров. Надо было картошки большие объемы там копать, предположим, и так далее, и тому подобное. На то время детей в школе училось больше 600 человек. Это было 19-х, потому что она содержит в себе такой алкалоид, что даже обжигает сок. Некоторые люди на нее имеют аллергию. Ну, девизил, вы все знаете, средств 20, у девяти недуг, да, многие делают настойку на нем, так, я не пробовала, не знаю, но многие знают. Ну, и посмотрите на валерьяну, кошачье лежбище у нас тут постоянно. Вот кто-то не видел ни разу городские жители, просто могут посмотреть, да. Ну, и здесь к этому отделу мы включили сельные культуры. Можете посмотреть, это барага, вы знаете, тоже лекарство, фацелия прекрасный, медонос, календула и гречиха. Кто-то забыл, как выглядит. Кто-то не видел. Кто-то не видел. Когда-то вот эта елочка была вот такая маленькая. В Англии с подругой были клумбы, клумбы, клумбы. А ты безусловно, понимаете, что у меня уже все. Кима, ты ее. Она в корнях не убирает. Так, ну, с какой стороны? Быстренько, быстренько, быстренько. Вот туда, вот становитесь, становитесь, растекайтесь там. Посидение, давай. Он думал, что там можно все достать. За цветами, быстренько, быстренько, быстренько. Галина, ну, давайте, давайте, давайте. Так, выстраивайтесь все, выстраивайтесь. Смотрите, чтобы друг друга не закрывали. Так. Анатолий Андреевич, ну, давай, быстро, давай туда, давай туда, давай, не тяните. Не тяните, не тяните, не тяните. Да, мне фотографии снимается. Гонит, 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 а сам все понимаешь. Мы с вами вывестили. Подтягивайтесь, задний план подтягивайтесь. Ворло. Вот. У нас, кто, кто не ленивый, те делают и избавляются. Вот остатки сопок, кто хочет, кому полезли ворло. У меня этого надо. Назад поверните. Ну, вот, вы, говорите, сувениры из сельсона не вывезете. Вот, и уйдете. Зад, зад, поверните. Тихо, 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 я имею еще. А это не помыть. Спасибо большое. Ну, все, теперь все говорить будете хорошо. Да, можно. А водный росток, да? Это не исток. А, это исток. Спасибо. А это что? Вот это тонизирующая котовник кавказский называется. Кто-то правильно совершенно сказал. Вот он цветет сейчас. Да, да, да. Смотрите, голубым. А истока больше нет? Да, истока больше нет. Ворота насадили. Раньше надо было приезжать к нам. Кто еще не взял ничего. То есть это как-то нестилущее, да? Да, если кто-то, чтобы никто не обижался. А копник, да? Да, да. Так, все разобрали? Копник. Это как чай заваривать, да? Да, да. Они с кошачьей, он белым третет. А тот аналог валерьян. Валерьян, тот вонючий. Люба, веди кратким путем. Он простой человек. Он нормальный мужик. Нормальный мужик. Нахлопал все, он вроде. Видите, верно? Он дурный. Он дурный. Он дурный. Он дурный. Буржут нормально. А потом, человек построил себе бассейн. Построил себе сауну нормальную. Так он у вас, он у вас в шапке. Слушай, у тебя звук-то там есть? Снимаешь, мы говорим. Ну и что? О, Володя! Володя! Я хочу, чтобы... Потом убрать можно. Острая гулка, как есть у вас. У меня есть, скажи. Да. Макритеску, макритеску. Вот это вот. Макритеску, обрису. Сегодня проводится плановое, очередное, расширенное выездное заседание президиума Тосинской районной общественной организации.